Продолжение следует... 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 Наступит такое время, когда будут следить за каждым вздохом мыслью каждой новой публикации Анатолия Эдуардовича Юницкого. Недолг этот час и, как говорится, людей начинает цитировать, когда их бизнес очень серьезно коммерциализируется и капитализируется. Мы к этому идем огромными семимильными шагами. Виктор приехал не один в этот раз. То есть с командой по адресным проектам Кириллом Бадулиным, руководитель департамента адресных проектов ЗАО «Струнные технологии». Для того, чтобы уже переговорить по адресному проекту в Братиславе с одной из мощнейших девелоперских фирм. В январе я и Сергей Анатольевич мы встречались, общались, естественно, на английском языке с директором по маркетингу данной организации. Естественно, были достигнуты договоренности. Кто бы сомневался и вот уже вчера были предварительные переговоры по поводу встречи уже с владельцем этой компании. Я могу сказать, что каждое взаимодействие по адресному проекту у нас ступенчатое и уже, можно сказать, выверенное, отработанное. В Братиславе планируется очень серьезный девелоперский проект, в который планируют встроить технологию SkyWay как именно транспортное решение. Также эта компания имеет секторы бизнеса недвижимости и строительные объекты в других странах, в странах дальнего зарубежья в том числе. И, естественно, отработка по проекту Братиславы уже будет дуплицироваться в будущем и на остальные объекты, потому что лучшего транспортного решения действительно они не видят. Также, Виктор, это уже организация встречи из европейской страны. Братиславы готовятся ко встрече с руководством крупной машиностроительной организации. Уже точнее даже сегодня встретился и уже улетел в Милан на переговоры с крупным инвестором, очередным потенциальным крупным инвестором. Также, по моим сведениям, должны были быть проведены первичные переговоры по проекту в одном интересном государстве восточной части Южной Америки. Когда я говорил на дневном вебинаре об этом, почему-то многие меня спросили про Боливию, но это не Боливия. Боливия тоже будет, но попозже. Почему я отозвался про переговоры с одним из инвестиционных фондов как очередной крупный потенциальный инвестор? Потому что наш проект дорогие друзья сейчас двигается именно через сетевое построение корпорации. Я хотел бы напомнить, что на пробежке в Таиланде Андрей Федорович Ковратов познакомился с бывшим губернатором России и тот инвестировал 330 тысяч долларов. Но, дамы и господа, это дело уже прошлых лет, потому что год в SkyWay считается у нас за 10. И совсем скоро я могу сказать, что этот рекорд не просто будет побит, он будет побит во много раз. Только недавно, казалось бы, мы перешли на новый этап. Но уже сейчас я могу сказать, что скоро мы приблизимся к еще более новому этапу. Вы все видели новость головной кампании, что на втором экофесте, который пройдет 1 июля 2017 года, Большую часть экспозиции составят экспонаты различных периодов истории SkyWay. Более того, ЗИЛ, который действительно такая священная для нас реликвия, он перевезен из Московской области и также идет подготовка уже к монтажу на новом экотехнопарке нашем. И все, кто 1 июля приедут на экофестиваль, смогут прикоснуться к этой истории и ощутить действительно себя совладельцами технологии, которая развивалась более 39 лет. Но самое примечательное, дорогие друзья, что будут увековечены, так скажем, те инвесторы, которые выразили один из самых больших вкладов в развитие проекта SkyWay на ранних стадиях. И как когда-то, я могу сказать, действительно спасла положение союзник, боевой товарищ, друг и преданная жена. Анатолия Эдуардовича, Надежда Геннадьевна Косарева. Которая по праву сейчас, я думаю... Так, а что повторить? Хорошо. И для многих покажется, это доска достаточно рисковым шагом продажи недвижимости и так далее. Но были действительно тяжелые времена у технологии. И сейчас я могу сказать более благоприятные для развития технологии времена. Также ответственные люди инвестируют очень крупные суммы. Это как мы все с вами из сети. Те суммы, о которых мы говорили, то есть 4-5 миллионов долларов, так и будет, но будет еще один сюрприз. Это к вопросу, дорогие друзья, когда начнется новый этап. Но одно я могу сказать, эти рисковые инвестиции, которые на самом деле и не являются рисковыми, несут на себе люди, которые инвестируют деньги в развитие бизнеса Skyway. Так, Ильдика, все хорошо? Прерываетесь почему-то? Италия, все хорошо? Слышно? Да, это не нужно переводить, коллеги. Прошу прощения, дорогие друзья, русскоговорящие. То есть мы ведем, напоминаю, вебинар сейчас на Венгрию, Италию и Словакию одновременно. Я приноровился и сейчас на четырех устройствах веду. Так вот, почему я говорю про инвестиции в развитие бизнеса? Потому что фронтишек Соллер поехал в Афины за свои деньги на саммит арабских стран. Была такая интересная ситуация, фронтишек рассказывал, что он хотел поселиться в средненьком отеле. Ну, естественно, Гамал Морси, наш коллега, партнер, генеральный секретарь Палаты арабских стран Словакии. Сказал, нет фронтишек, нужно будет жить в тех условиях, в которых живут наши арабские коллеги. Фронтишек так и сделал. То, что увидели приезд Алла и Пабдуль Рахима. Это тоже были инвестиции лидеров европейских и непосредственно фронтишека. Перелет бизнес-классом и проживание арабских наших шейхов фронтишек оплачивал за свои деньги. Ну, и мы с Сергеем Анатольевичем помогли оплатить часть ужинов. Вот это истинное взятие на себя ответственности за развитие бизнеса. Это истинное лидерство. Когда мы с Сергеем Анатольевичем приехали в Чехию и проездом были в Словакию, заехали в офис Палаты арабских стран Словакии. И Гамал Морси сказал, что уже через день мистер Алла и мистер Абдуль Рахим Наки, то есть это генеральный секретарь Федерации Палат арабских стран, вообще всех. Начали вести переговоры. По поводу инвестиций крупного международного арабского банка. И этот процесс, я могу сказать, сейчас идет. Но это дело не одной недели, не одного месяца. По согласованию с Анатоли Эдуардовичем, Виктор Игоревич Бабурин незамедлительно вылетел в Дубай. Виктор Игоревич Бабурин незамедленно вылетел в Дубай. Виктор участвовал в ряде закрытых встреч. И учитывая опыт взаимодействия с родом Хуком, высшая оценка была поставлена именно по организованной работе и организации визитов, контактов Алла. Виктор Игоревич Бабурин незамедленно вылетел в Дубай. С тем профессионалом своего дела, который в прошлый инвестиционный проект привлек менее чем за полгода 350 миллионов долларов. После цитаты Анатолия Эдуардовича Юницкого, что он действительно раньше не мог поверить, что в 2017 году может приблизиться возможность закрытия финансирования корневой технологии. Виктор Игоревич Бабурин незамедленно вылетел в Дубай. Игоревич Бабурин незамедленно вылетел в Дубай. После ожидания на миллионы долларов и эта сумма от 5 миллионов долларов от наших европейских коллег. Анатолий Эдуардович сказал, что да и действительно возможно даже в этом году мы закончим финансирование основной части Экотехнопарка. Сейчас наши расширенные технико-экономические вебинары будут строиться в основном даже не на концепции футурологии, потому что об этом мы будем говорить отдельно, но на новостях, на текущих новостях. Уже больше полугода готовится визит челябинской делегации. Делегация Челябинской области и он состоится 23 марта 2017 года, то есть вот-вот скоро. И как сказали представители головной компании Челябинскую область, именно делегацию в лице Руслана Усмановича Гатарова, Александра Олеговича Шепилова ждет огромнейший сюрприз. Что это за сюрприз я могу только догадываться, но уже само предвкушение мне нравится. Что-то мне подсказывает, что это будет очередной фурор. Так, коллеги, переводим. Что-то мне подсказывает, что это будет очередной фурор. И это для нас очень важно, дорогие друзья, по развитию Российской Федерации, потому что Челябинская область это одна из первых губерний, которые заключили инвестиционные соглашения непосредственно уже по реализации адресных проектов. Соответственно, никогда не пытайтесь повторить, как говорят каскадеры, не повторяйте трюки дома реализацию адресного проекта в одиночку. Только команда может реализовать адресный проект. Сегодня я смотрел перелеты и с двумя или тремя пересадками придется сразу с Республики Беларусь лететь в Сингапур. Там опять же наши европейские коллеги, непосредственно наша первая, вторая линия с Сергеем Анатольевичем готовят очень серьезные контакты. Как вы знаете, Сингапур достаточно небедная страна. И оттуда уже присоединяться к Виктору Игоревичу Бабурину поеду в Индонезию на выставку. Выставка будет на уровне инотранс, но только для Азии и для самой Индонезии. Вы помните, наверное, уже, что мы зарегистрировались на инотранс следующий. Вы помните, как заинтересовались технологии на инотрансе филиппинцы? И абсолютно не сомневаюсь и больше, чем уверен, что на выставке в Индонезии у нас будут конкретные переговоры по конкретным адресным проектам в Индонезии. Потому что каким-то образом необходимо связывать все эти тысячи островов. И как-никак технология SkyWay решает лучшим образом эту задачу. И если сейчас мы говорим, что экотехнопарк строится в Республике Беларусь, свой тестовый участок строится в Австралии, будет экотехнопарк свой в арабских странах. То есть на территории таких островных государств тоже будут свои вначале тестовые участки, а может быть сразу полноценные адресные проекты. И самое главное и самое ценное то, что в нашем проекте, в нашей технологии, все логически выверено и ступенчато развивается. И даже вот этот форум Братиславии, это ступень перед саммитом, на котором соберутся все представители арабских стран, другие палаты торгово-промышленные и сельскохозяйственные. На этом саммите, либо самому лично Анатолию Эдуардовичу Юницкому, либо кому-то из представителей высшего топ-менеджмента за уструнные технологии пожмет руку сам бывший президент Словакии. И уже официально вручит бумагу о статусе почетного вице-президента. Торгово-промышленные и сельскохозяйственные палаты арабских стран Словакии. Почему я говорю о логическом развитии и ступенчатом развитии? Потому что в Индонезии снова вспоминали Гиперлуп. По моим крайним сведениям, где-то 500 метров построили какой-то трассы вакуумной трубы. Неизвестно, какая она по безопасности представители Гиперлуп. А у нас сейчас запараллельно, как я люблю говорить, развиваются все направления. Легкий транспорт, городской пассажирский, высокоскоростной и грузовой. И Анатолий Эдуардович во главе всего ЗАО Струнной Технологии выстроил конкретную стратегию и понимание, как с технической точки зрения перейти к гиперскоростям. Но глупо ехать на новом автомобиле с новым двигателем, когда этот двигатель не испытан. Поэтому переход на гиперскорости произойдет только после испытания 500-600 км в час. И более, помимо этого присутствует много различных направлений, как Sky Soil, специальные почвы, как целое направление Экомир. Это говорит о том, дорогие друзья, что нам с вами, как инвестпроводящей системе, как именно составляющей сетевого построения корпорации, будет чем заниматься всегда. Поэтому я даже не буду ставить опросник на данных этапах, сколько вы намерены инвестировать. Намерены вы инвестировать. Решайте сами, думайте сами. Потому что сейчас мы развиваемся намного быстрее, чем развивались полгода назад. И тот, кто будет думать, сомневаться, до встречи на пассажирских комфортных сидениях юни-летов и юни-байков. Я могу сказать коллеге, что сейчас даже крупные, крупнейшие инвесторы, которые за нами наблюдают, спрашивают, а не хотите ли вы применить вашу модель на финансирование нашего завода? Но инновации SkyWay всегда будут оставаться в бизнес-инкубаторе SkyWay, созданном Анатолием Юницким. И подытоживая вебинар, я хотел бы привести цитату Анатолия Эдуардовича, когда он говорит, что я без вас бы никак не справился бы. И что сейчас он чувствует, что каждый из активистов SkyWay является его продолжением и его частичкой. И все трудности, все сложности, с которыми сталкивался проект, делал его только сильнее. Ни одна корпорация мира не имеет такую идеологию, как у нас. И идеология рождается самой идеей и в первую очередь самим Юницким. У Жака Фреско была и есть идеология, но, как выясняется, особо нет технологии. У нас же есть и технология, и люди, и идеология. Поэтому мое мнение, что если 2017 год это был и есть год становления и развития SkyWay, первых технических прогонов. То 2018 год это будет уверенное шествие и шагание SkyWay по планете в виде, я думаю, уже миллионов представителей, активистов, которые будут развивать проект. Дорогие друзья, те, кто у нас европейцы, мы ждем вас в Париже 8-9 апреля. Не пропустите это событие и русскоговорящих, естественно, ждем. Будет очень серьезное обучение от профессионалов, я не люблю это слово, но это действительно коучи. И уже от Парижа начнется дальнейший поток новостей, потому что нас ждет выставка в Индии, нас ждет международный саммит в Словакии. Ну и давайте, дорогие друзья, не забывать, что обратный отчет возможности закрытия финансирования в технологию SkyWay начался с подписания трехстороннего инициационного соглашения, и сейчас каждым днем он ускоряется. До встречи в Париже на международной конференции. Всю информацию вы можете увидеть в вашем личном кабинете. Никто не знает, когда пробьет час икс и закончится обратный отчет. Но на вашем месте я бы не ждал и делал так, чтобы каждый день для SkyWay был прожит не зря. Благодарю, друзья, коллеги, партнеры. Строй SkyWay спасай планету и на Unisky-вебинаре международном интернациональном. Так, что касается Сергея Анатольевича, то он присоединится на следующей неделе. На следующей неделе мы, возможно, уже будем и в Минске на подготовке делегации. Но все гаджеты, устройства с собой возьмем. Будем во всеоружии, как и всегда. Строй SkyWay спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. До скорых встреч! Строй SkyWay спасай планету и дай дорогу в мир Транснету.